Воскресенье 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 Потому что энергия нужна. Энергия — это жизнь. получать надо отдавать что-то что такое дежурный инженеры электростанции до последнего времени я все время занимал а сейчас уже я отработанный материал я никому уже не нужен ну а что что я буду господи я уже свое отработал низкое давление что сделаешь такая жизнь и и и и на чернобыльской атомной электростанции произошла авария поврежден один из атомных реакторов принимаются меры по ликвидации последствий аварии пострадавшим оказывается помощь создана правительственная комиссия единственное что в школе сказали что на чернобыльской с прорвала какую-то трубу и нам раздали таблетки сказали что нужно их выпить когда закончились уроки мы сестрой вернулись домой там нас уже ждала мама она нам строго-настрого запретила идти выходить на улицу заклеивала окна вентиляцию но я думаю никто из нас еще не догадывался масштаба того что произошло и увидели вот это увидели зарево еще было вот такой жуткий неприятный запах сразу пошел и во рту вкус железы и сорта пошла пена и очень очень много мы брыгали и вот тогда когда у нас уже жутко за начала гореть кожа на руках на шее и на ногах мы догадались и сами почему-то вот это наверное интуиция была дружно все жили очень дружно потому что нас была одна станция кругом весь вся весь наш город каждый уголок был обязательно выращивали розы розы и настолько их все любили что никто никогда лепесточка не брал мир не срывал так все любили свой город был время уже не вернешь в припять не вернемся плачем за ней не плачь не плачь не плачь тестовый платок все п Это уникальный город. Это, хотя это город очень молодой, но у него уже большая история. В первую очередь, это город энергетиков, и он был построен после того, когда был выселен город Припять. То есть для того, чтобы люди, которые работают на Чернобыльской С, в нем жили и чувствовали себя хорошо. То есть нам уже преподнесли этот город. Естественно, разница большая. Но мы любим Славутич, потому что он нам напоминает о Припяти. КОНЕЦ Как каждого мальчишку тянуло к чему-то незавиданному, интересному и таинственному. Поэтому уже я и мои друзья собирались и тайком пытались подойти поближе и разглядеть, что же это есть на самом деле. Рассказывали друг другу таинственные истории. На что мне мама попыталась как ребенку как можно объяснить, что это фабрика, завод по производству электричества, где работают большая часть населения города. Насколько я помню, передо мной никогда не стояло вопроса, работать на Чернобыльской С или же не работать. Роль сыграло это то, что на этой станции работали мои родители. Будущее Чернобыльской С, это то, к чему мы стремимся, это относительно безопасная площадка с точки зрения радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Он займет, по нашим предварительным оценкам, более 60 лет. Предварительно процесс снятия с эксплуатации Чернобыльской С закончится в 2064 году. Когда умер папа, мне мама помогла устроиться. Она писала ходатайство на мэра, то есть она собирала все бумаги, чтобы меня могли бы взять на станцию. То есть мы смотрим, чтобы везде было помыто, везде, чтобы было мыло. Должны проходить через душ, они должны смывать себя все вот это, что они за день на себя набрали. У меня работал папа на станции, он у меня был оператором котлов, что она влияет на щитовидку, щитовидка сохнет. Потом он рассказывал, что радиация бывает трех видов, альфа, бета и гамма излучения. У него были проблемы со щитовидкой, то есть он человек очень скрытный был, он никогда не говорил о своих проблемах, но иногда видно было. У него так под конец здоровье пошатывалось. То есть были последствия. Я задумываюсь о том, что радиация негативно влияет на организм человека, но о последствиях я пытаюсь не думать. То есть, чтобы, как это сказать, не расстраиваться, что ли. Тяжело. И тяжело не только мне. Не так давно, всего четыре года тому назад скончался мой муж, у которого тоже было диагностировано рак легкого. И сразу первыми буквами и в карточке большими буквами было написано «Последствия Чернобыльской атомной станции». «Я сама по натуре сильный человек, но я не могла без своего мужа. И вот у меня убрали половину меня. Мне даже на протяжении вот этих четырех лет у меня нет большей цели в жизни». «Каждый скажет, что закрывать ее не надо было. И сейчас, если бы дали и позволили открыть те блоки, которые не пострадали в аварии, она должна работать. Тогда бы жил Славутич. Тогда не убегали бы люди. Тогда была бы нормальная другая инфраструктура в городе Славутичи. У нас нет будущей нашим детям, чтобы они куда-то, окончив институты или какие-то учебные заведения, могли куда-то пойти». Радиация не пугает тех, кто работает на станции. Они ее не боятся. И люди, проживающие в Славутичи, они ее не боятся. Они устали ее бояться, и поэтому перестали бояться. Боятся именно то, что закроет город Славутич. Это будет вторая Припять. Не знает, как избавиться от этой радиации. Вечно. Сколько будем жить, столько будем помнить, что это атом. И о нем надо все время думать, как с ним жить дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...